Восемь этажей, девять операционных, три сотни койко-мест. Грандиозная стройка, длившаяся три года завершена. Внутренняя отделка по европейским стандартам. Все коммуникации проведены. Глава Республики работой Красноярского генподрядчика остался доволен. Чтобы корпус принял первых пациентов, осталось закупить мета-оборудование на полтора миллиарда. На самое необходимое у Республики уже есть 320 миллионов, нужно еще 880. Мы, конечно, будем работать с федеральным центром и просить, чтобы они нам помогли закупить оборудование. У нас нет этого миллиарда. Но тот минимум, который бы позволил нам уже начать работать в новых условиях, конечно, хотелось использовать. Да? Давайте такую задачу поставим хотя бы по полугодию к чему-то прийти. Восведение перинатального центра по плану должны закончить к ноябрю. На кону честь Республики. По нормативам в Хакасии численности в полмиллиона подобного медучреждения не полагается. Но федералы согласились выделить деньги. Теперь важно оправдать доверие самого президента и успеть назначенный срок. Несмотря на то, что в целом в Российской Федерации сейчас снижается количество рождений, так сложилась демографическая ситуация, Республика Хакасия ходит во вторую десятку по количеству родов. Достаточно высокая, превышает и уровень по Сибирскому федеральному округу, и в целом по Российской Федерации. Однако сейчас стройка идет с отставанием. Время ушло на поиск нового генподрядчика предыдущего пришлось отстранить, не справляться с задачей. Помешали скорой работе и сильные морозы, при которых монолитное возведение невозможно. Путь здесь только один. Коллеги, больше и лучше работать. Считаю, необходимо увеличить численность строителей и обеспечить переход на режим работы в три смены. Со слов генподрядчика я понял, что такая задача поставлена. Количество строителей планируется увеличить с 300 до 1000. У нас на данный момент ведутся работы на трех корпусах. Один корпус, уже монолитная работа выполнена, делаются фасадные работы. Дальше заканчиваем в двух корпусах монолитные работы в следующие месяцы. Ну и задача параллельно вести работы, потому что успеть объект совершить вовремя. Задача сложная, но выполнимая. Уже сейчас в перинатальный центр закуплено реанимационное оборудование для вынашивания пятимесячных недоношенных младенцев. Понадобятся еще сотни миллионов для оснащения центра по последнему слову техники. Приезжать рожать в Хакасию будут мамы из Тувы и юга Красноярского края. Власти республики уверены, успеет строг. Генподрядчик, монолит, строй опытный. Им возведен перинатальный центр в Красноярске. Компания себя показала и на стройке для погорельцев в Хакасии. Виктор Буров, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия. Продолжение следует...